В Красноярском крае продолжается прививочная кампания от гриппа. Идея, во-первых, зрела уже 30 лет, так как работоспособность Сергея очень масштабная и создавалось много работ. Выставку картин в своей собственной квартире открыл енисейский живописец Сергей Харченов. На юге края началась иммунизация населения от вируса гриппа. Эпидемиологи отмечают, сейчас наиболее подходящее время, чтобы поставить прививку. Вакцина уже поступила в медицинские учреждения Минусинска. Для проведения вакцинации коллективов медики выезжают на предприятия и в организации. Обязательной иммунизацией подлежат граждане, которые входят в так называемую группу риска. Это учителя, врачи, работники торговли и транспортной сферы. Вакцина должна уберечь, если не от самой болезни, то, по крайней мере, от осложнений гриппа, которые зачастую более опасны. Сама процедура безболезненна и занимает от трёх до пяти минут. «Прививается только здоровый человек. Перед прививкой мы проводим осмотр, полностью измеряем температуру, осматриваем человека и опрашиваем. С хроническими заболеваниями люди могут прививаться, но без периода обострения». Всего в этом году бесплатной иммунизации охватит порядка 40 тысяч минусинцев. 30% от этого числа уже привиты. Остальные могут приобрести вакцину во всех медицинских учреждениях города. Для того, чтобы эффект был полным и эпидемия гриппа не грозила городу, процент привитых должен составить не менее 75. «Вакцина – это именно от гриппа. И когда грипп ставим, прививаем против гриппа, а потом говорим, что мы всё равно болели, это немножко неправильно. Мы не болели гриппом. Надо понимать, что грипп – заболевание довольно-таки серьёзное, что очень высока вероятность развития осложнений гриппа. Это такие, как пневмония, серьёзный менингит, это энцефалиты». Более сотни жителей разных сёл Шарыповского района приняли участие в форуме «Активный граждан». Он стал открытой рабочей площадкой для взаимодействия общества и органов местного самоуправления. Повышение гражданской активности – важнейший вопрос сегодняшнего дня. «От активной жизненной позиции инициативы профессионализма сельской молодёжи по многому зависит от возрождения села, деревни нашего Шарыповского района. И только совместно с вами, с поддержкой Геннадия Викторовича Качаева, депутатского корпуса, глав сельских советов и всех объединенных граждан, мы сможем реализовывать свои успешные идеи на территории нашего района». Представители нового поколения поделились своим опытом участия в конкурсах. Совсем недавно местное отделение Всероссийского союза сельской молодёжи получило грант президента России. Средства будут направлены на укрепление института семьи и оптимизацию отношений в 70 семьях Шарыповского района. К примеру молодых последовали активисты из семи сельских советов. Здесь же на форуме они представили проектные идеи, призванные решить проблемы, актуальные для их территорий. «Наш проект называется «Реконструкция волейбольной площадки». Конечно же, принимали участие активное в разработке этого проекта сами любители волейбола. Это наша команда волейбольная, это пожарные ПЧ-413. Вот всеобщими усилиями мы сделали такой реальный проект, который мы обязательно его реализуем в июне 2018 года». Активисты из Ивановки намерены обустроить детскую площадку. В сёлах Алмогорска и Шуш собираются создать парковые зоны. Самое интересное в этих проектах то, что они будут воплощены в жизнь именно гражданами при минимальной поддержке исполнительной власти. «Всё осуществимо, даже вот за счёт своих сил, своих усилий, своих средств финансовых, не только там краевого бюджета или районного. Поэтому вот то, что вы сегодня сделали, люди начали мечтать осуществлять проекты. На самом деле это первый шаг, который подтолкнёт всех других к участию в форуме активных людей в будущем году». С каждым годом гражданская позиция жителей района становится всё основательнее. Они понимают и принимают истину о том, что под лежачий камень вода не течёт. Любить свою малую родину это и значит действовать. Происходившее на форуме показало, что люди начали мечтать и воплощать свои мечты в реальность. «Всем вам спасибо, всем нам успехов, побольше денег, в бюджет, для того, чтобы мы могли выполнять все желания и чтобы наши ребятишки жили в хорошем, красивом, чистом, комфортном районе». Скамья Лангрена, КВН у доски, велосипедная парковка. Три работы стали победителями осенней сессии проектной школы 2020. В течение трёх дней авторы идей по усовершенствованию городской среды и развитию досуга сначала учились преобразовывать свои мысли в документы, затем публично защищали его. Традиционный конкурс проектов проводится на базе молодёжного центра уже не первый год. Лучшие работы получают финансирование. Почти 23 тысячи рублей в этот раз было выделено на учреждение новой лиги КВН для учителей Востока-Края. Для начала во всех муниципалитетах будут проходить круглые столы, будут организовываться и собираться команды. Так как лига только создаётся, изначально будет проводиться только фестиваль, проводимый в городе Канске. Но лига будет развиваться и мы планируем провести ещё несколько игр в сезоне, которые будут проводиться уже после Нового года. Аналогичную сумму, а точнее 22 тысячи 762 рубля получат ученицы 21-й школы Софья Мирошникова и Полина Яцук на реализацию проекта «Скамья Лангрена». Название необычное, но только на первый взгляд. Этой конструкции девочки хотят дополнить композицию, уже установленную в посёлке строителей, посвящённую всем известной истории возлюбленных Ассоли и Грея из произведения Грина «Алые паруса». «Скамья Лангрена» это многоярусная скамья круглой формы. Почему мы так её назвали? Потому что у Ассоль был отец, которого звали Лангрен, и он был лавочник. И вот мы поставили лавку, которая будет называться скамья Лангрена. Конечно, для реализации проекта девушки запрашивали немного большую сумму – 30 тысяч рублей. В неё входило не только изготовление и монтаж скамьи, но и оформление газона. Однако с последним придётся повременить. В то же время полностью свой проект сможет реализовать Эльвира Белова. Сотрудница модульной библиотеки имени братьев Стругацких планирует обустроить возле учреждения велосипедную парковку, которой бы пользовались и читатели библиотеки, и посетители скейт-парка РЭС, расположенного на территории. Для этого ей достаточно всего 8 тысяч трехсот тридцати рублей. Скейт-парк почти ежедневно посещает 60 и более человек. 30 из них – это велосипедисты, и приблизительно 10-15 человек посещают нашу библиотеку ежедневно. При посещении библиотеки велосипеды остаются без присмотра. Низкая стоимость проекта обусловлена тем, что территория учреждения уже асфальтирована, и организаторам придётся лишь установить металлическую конструкцию на 7 мест и изготовить баннеры с обозначением велосипедной парковки. Отметим, что общая сумма всех трёх проектов в этот раз составила почти 54 тысячи рублей. Весеннюю же сессию были поддержаны 17 работ на 296 тысяч 146 рублей. По правилам воплотить свои идеи в жизнь авторы должны в течение трёх месяцев. В данном случае не позднее 20 декабря текущего года. В Енисейске появился ещё один частный объект культуры, который наравне с музеем Рубанка и Фотоизбой можно смело включать в экскурсионную программу для туристов. Известный живописец Сергей Харченов решил организовать дом художника. В нескольких комнатах своего жилища он вместе с супругой Ларисой организовал выставку картин, над которыми работал в разные годы. Здесь есть акварель и живопись, сюрреалистические произведения, натюрморт и пейзаж. Особое внимание уделено работам, раскрывающим историю Енисейска. Вот, например, как выглядела одна из центральных улиц Енисейска в 19-м столетии. А это портрет известного купца и мецената Кытманова. Как признаются супруги Харченовой, идея создать собственный выставочный зал зародилась в них очень давно. Идея, во-первых, зрела уже 30 лет. Мы её вынашивали, так как работоспособность Сергея очень масштабная и создавалось много работ. На сегодняшний день надо учесть, что у нас более тысячи работ уже насчитывается по списку, как говорится. И вот часть работ, которая у нас в какой-то степени была постоянно спрятана за пределами хранилища, мы решили её просто выставить на показ. Всего на домашней выставочной площадке представлено около 50 работ. Среди них есть те, которые автор считает особенно ценными и наберен хранить у себя. А есть и те, что пока просто не обрели своего места в музеях или частных коллекциях. К ним автор относится с небольшой иронией, как к засидевшимся в девичестве дамам. Скорее, как невыданная замуж невеста. Вот так вот. Большой задачи копить у себя дом у меня нет. Я хотел, чтобы всё было оценено людьми и для людей. Посетить дом художника может каждый желающий. Для оценителей творчества Сергея Харчинова это прекрасная возможность ещё раз увидеть не только живописные произведения Сергея, но и встретиться с их автором. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей Информ ТВ. Сюда может прийти любой человек, невзирая на возраст, который мечтает делать своими руками самолёты, запускать их в небо. Теперь небо открыто для всех, даже если самолёт на порядок меньше настоящего. Вот с такой мечтой пришёл в клуб Артём. У меня дома есть такая прикольная штука, человек летает. Ну да, но я, ну самолёты, ну даже можно управлять и очень высоко их можно запустить. Артёму ещё предстоит научиться сконструировать свой первый самолёт, а пока он осваивает технику полёта за компьютером. Но, как утверждает Юрий Александрович, с первого раза запустить в небо самолёт очень сложно. Как правило, его ждёт падение. Но если у мальчишек есть огромное желание двигаться вперёд к своей цели, то обязательно всё получится. Наш клуб даёт возможность ребятам почувствовать именно работу с материалами, радость изготовления собственными руками именно какого-то изделия, которое потом летает, которое выполняет какие-то функции, значит, прививает вот именно точность изготовления, аккуратность, стремление к победе. Клуб функционирует уже более пяти лет. Многие, придя сюда, находят в будущем свою профессию. Тому уже есть примеры. Один из любителей подобных полётов теперь работает в Министерстве обороны. Ведь авиамоделирование помогает стать ребёнку трудолюбивым, терпеливым. Все авиамодели собирают по чертежам, подбирая определённый материал и технологию. Ребята принимают участие в чемпионате Сибирско-федерального округа. В этом году наша команда вошла в сборную Красноярского края. Егор Кремер занял там второе место в разделе «Новичок». А значит, есть дальше к чему стремиться. Тем более, в клубе планируют развивать новое направление дронрейсинг или гонки на квадрокоптерах. Ребята смогут получить двойную дозу адреналина и от процесса самого соревнования и от тех впечатлений, которые дарит управление летательным аппаратом от первого лица. Заниматься в клубе могут люди любого возраста. Главное – желание и мечта, которая может сбыться. Редактор субтитров А.Семкин